дорогие подписчики всем привет у нас жара спала два дня у нас дождик ветерочек прекрасная погодка у нас продолжаются обзоры по сортам сегодня наконец-таки дошло дело до моего любимчика по вкусу это сорт polar признаюсь честно я уже ела с куста прямо такой он сочный классный крупный сейчас все расскажу все покажу буду показывать вам ягоду и рассказывать значит сорт polar средний ранний сорт чтобы вы понимали он плодоносит наравне с аушитой перед получается небесами потому что небеса еще стоят массово зеленые polar уже скажем так большая часть ягоды поспела крупненькая значит сорт бесшипный средний ранний крупноплодный урожайный урожайность куста большая за счет того что много достаточно ягод и она вся крупная вот она висит уже спелая она вся крупная будем взвешивать скажу средний формат но в прошлом году ягода была покрупнее я же вам в прошлом видео объясняла мое мнение почему так происходит вот кусты компактные в целом высота где-то достигает двух с половиной метров вот побеги у меня конечно боковые уже уперлись в сетку но я думаю три метра максимум сорт зимостойки это польский сорт специально его выводили такой крупноплодный зимостойки то есть выдерживает он до минус 25 градусов мороза но я все-таки считаю что конечно же для того чтобы получить больше урожай лучше все равно укрыть до сорт не вымерзает но я думаю что все равно плодовые почки подмерзают поэтому все-таки лучше укрыть и это подтверждают люди которые уже много лет выращивают данный сорт так что все равно урожайность с куста она раза в три больше если сорт укрывать вообще стараюсь резать побеги на высоте ну где-то вот метр восемьдесят может быть метр шестьдесят до двух метров в этом году я оставила вот такой длинный побег я его загнула вот он идет наверно метра три объясню что это мой очередной вот эксперимент я все-таки хочу посмотреть на какой длине основного побега ягода начнет мельчать и будет ли портиться вкус понятно что чем ниже к кусту вот в самой серединке куста под листьями ягода самая вкусная самая крупная я думаю что это не для кого не секрет ну вот что я смотрю плодушки плодушки отличные они не переломались значит есть шанс что все будет хорошо с ягодой дальше по длине это уже где-то вот два метра плодушки отличные сейчас я найду здесь в самом конце а нет это не это еще на секунду вот на самом конце плодушечка я за ней понаблюдаю как она будет себя вести до метра три наверно ну а так все остальные кусты у меня подрезаны где-то на метр восемьдесят может даже где-то меньше где-то больше смотрю по толщине побега к чему это я говорю что данный куст по побегам замещения просто вот идеален 3-4 побега то что надо он дает сейчас у меня стоят все кусты с четырьмя побегами замещения в этом году они тоже выдали по 3 я еще к концу посмотрю что вот кстати в подтверждение моих слов о том что ягода в середине куста внизу она очень крупных размеров возможно камера сейчас не передает ну размер хороший вот я тоже пробовала прищипнуть основной побег замещения для того чтобы он раздвоился и немножко стал гибкий чтобы он истончился но я хочу сказать если если сравнивать с небесами которые после моей прищипки раздвоились и два полноценных крупных побега получилось то все таки полар конечно он дал два немножечко более тонких побега а так как у него побеги стоят вертикально вверх то это облегчает конечно задачу укрытия ягоды очень много уже спелой я ее ела она нереально вкусно и нереально вкусно и сладкое вот но единственный вот момент по поводу транспортабельности я говорила этот нюанс в моем обзоре топ-3 да вкус конечно у полар для меня он просто невероятный это самая сочная ягода которая есть у меня на участке которая была у меня на участке по сочности она напоминает черную магию которая вот уже повисела и вот уже в таком вот зрелом зрелом даже чуть-чуть перезрелом состоянии она очень сочная вот по сочности как раз полар напоминает мне черную магию но транспортабельность все таки у нее вот у меня второе плодоношение данного сорта я очень надеялась что транспортабельность повысится но нет нет я бы сказала что ягода конечно мягковатая то есть это явно не промышленный сорт вот я сорвала и уже видно вот она на пальце красится она мягкая то есть данный сорт конечно не для дальних транспортировок ну не для промышленного выращивания это мое мнение конечно можно играться с поливом но я еще раз повторюсь у меня весь полив все сорта у меня под одним поливом то есть одна капельная лента я не разделяла возможно если конечно кто-то захочет именно выращивать такое массовое производство можно перед плодоношением уменьшать полив но другие сорта себя ведут нормально именно вот данный сорт как-то себя так показывает поэтому у меня разделения нет выращиваю все в одних условиях поэтому говорю ну вот ягодка плотнее но все равно нет такой вот плотности как аушита как на час как небеса могут подождать рассказываю вам о сорте собираю ягоду к сожалению вот рука у меня уже грязная я расстроена потому что сорт мне очень нравится по вкусу мои клиенты его очень любят потому что он очень сладкий дети тоже также очень любят но для рынка не совсем это хорошо потому что ягода быстро будет терять и вот свои товарные качества поэтому это явный минус да для себя для себя сорт конечно шикарный великолепный просто я думаю что его нужно посадить и попробовать ягода очень вкусная но для себя то есть для своего садика вы вышли покушали размер вкус все на высоте все на высоте ну вот минус я считаю конечно огромный такой минус для сорта так как все таки есть сорта такие что можно подобрать и транспортабельность и вкусы чтобы вот убивать сразу всех зайцев еще бы хотелось отметить один момент то что ягода не держится на кусте если она сильно переспелая она падает она падает и вот смотрите прямо она подрывается и вот завтра бы она уже у меня лежала на агроспане если ягода не срывается легко значит она недоспелая спелая ягода она прямо падает в руку сама по форме ближе к шару немножко вытянутый шар вот такая ягода вот вы видите я ее покрутила в руках она сразу мокрая вот о чем я вам говорю повернула на другую сторону ягода уже лежит на агроспане вот так вот здесь такой крупненький размер не знаю сколько грамм очень большая я для клиентов собираю ее прямо в контейнер очень очень аккуратненько потом никуда не перекладываю так у меня забирают до дома довозят без проблем кушают все хорошо в холодильнике она тоже может полежать скажем так если ее не кантовать но если брать в расчет транспортировку грузовую когда на кочках в машине погрузка разгрузка все это дело вряд ли выдержит вот так вот очень жаль конечно ну что давайте пройдемся по плюсам минусам хотя вы поняли уже да какой будет минус у данного сорта к сожалению что касается плюсов во первых ягода ягода очень вкусная очень сочная немногие сорта могут похвастаться вот такой сочностью это урожайность сорта во первых количество побегов дает возможность большой нагрузки куста это 3-4 побега это проблем в этом нет соответственно урожайность куста будет достойная вкус ягоды прекрасный сорт устойчив к заболеваниям то есть он не доставляет особых хлопот полор у нас бесшипный компактный куст с ним очень комфортно работать конечно же зимостойкость это явный плюс наверное основной такой вот помимо крупной ягоды потому что не все сорта могут похвастаться такой зимостойкостью до минус 25 это цифры реальные действительно люди которые выращивают много лет говорят что сорт выдерживает не вымерзает но также они делятся своим опытом что если куст все-таки укрывать то урожайность повышается чуть ли не в три раза поэтому я рекомендую укрывать ну и конечно же о минусе данного сорта вы уже поняли это транспортабельность транспортабельность не очень высокая у меня второй год подряд данный сорт показывает транспортабельность я бы сказала наверное на четверочку три с половиной четыре по сравнению со всеми остальными моими сортами конечно это транспортабельность самая низкая я расстроена из-за того что это по вкусу мой любимый сорт но для для себя он конечно же просто великолепен для тех людей которые планируют посадить для себя два-три куста вопросов нет сажайте сорт супер для тех конечно которые планируют на продажу на длительную транспортировку не рекомендую потому что явно далеко он не уедет уедет приедет какой-нибудь компотик в лучшем случае поэтому поэтому вот так насобирала целый контейнер я уже говорила что собирая сразу в контейнер вот такая ягода давайте взвесим почти пятнадцать грамм 12 13 14 ну в общем 14 15 грамм и несмотря на его недостаток такой скажем немаленький до его минус я все равно его не подвинулась первой позиции на самых вкусных для меня сортов потому что вот именно лично для меня на первом месте во вкусе выходит сочность я люблю сочную ягоду сочную и сладкую вот это то что то что мне надо то что я искала другие сорта очень вкусные тоже достойной вкусной ягоды но именно вот полар вот он просто заставляет мое сердце медленнее биться поэтому каждому своё каждый ищет вот именно свой вкус это я сейчас говорю не о продажниках а тех людях которые для себя садят ягоду поэтому полар это мой вкус значит ягода сладкая очень сочная кислинки не присутствуют совсем да многие могут сказать что вкус прозрачный возможно где-то так и есть но за счет повышенной вот этой сочности как-то именно эта прозрачность она скрадывается мне очень нравится и что я вам могу сказать попробуйте либо приедьте ко мне вот кто рядышком я без проблем угощу дам попробовать ягоду либо посадите кто дальше и посадите у себя и вы уже сможете насладиться такой прекрасной вкусной большой ягодой так что я желаю вам каждому найти свой сорт я свой нашла пока я не попробовала другого сорта чтобы скажем так перебить мои вот эти вот впечатления о сорте полар но я никогда не говорю никогда поэтому все возможно но с вами мы увидимся в следующих видео если какие-то моменты я возможно упустила в обзоре сорта пожалуйста пишите мне в комментариях я я всем отвечу всем пока